Такие заболевания, как ДЦП, врожденный гепатит С, муковисцидоз и другие, в этих стенах не считают приговором. Напротив, специалисты Московского областного консультативно-диагностического центра для детей помогают своим маленьким пациентам бороться со сложнейшими недугами и довольно успешно. О высоких навыках медперсонала и уникальном оборудовании, которым оснащены эти кабинеты, первому зампреду Мособулдумы Никите Чаплину рассказала Нисо Одинаева, главный врач медицинского учреждения. Например, она показала гостю роботизированное устройство, с помощью которого специалисты ставят на ноги детей, страдающих ДЦП. Как правило, после третьей процедуры дети, которые, например, подволакивают ногу, они стоят на ноге, они начинают чувствовать опору. Если это первая-вторая стадия, они от нас уходят ножками. Если это третья-четвертая, то все равно спинку держит. Это корейское оборудование, оно впервые поступило в России. И нам именно в наш центр. Отделение муковисцидоза – еще одна уникальная возможность для маленьких жителей Московской области и не только страдающих сложнейшими заболеваниями вести достойный образ жизни. В 185 у нас больных Московской области и 740 еще, до 740 – это вот количество пациентов, которые приезжают со всех страны. Это и Камчатка, и Астрахань, и Архангельс, и Южная регион. У нас есть возможность организоваться, во-первых, как европейский центр. В стране больше нет такого центра. Первый зампред Мосубулдума Никита Чаплин познакомился с персоналом отделения муковисцидоза их работой. Он также побывал в других кабинетах Московского областного консультативно-диагностического центра для детей, договорился с руководством медицинского учреждения о сотрудничестве и совместном решении имеющихся проблем. Это уникальное медицинское учреждение не только в Подмосковье, но и для всей нашей страны. И задача региональной власти, так как это наша областная организация, сделать его совершенным, современным. И думаю, что нам это удастся. Напомню, что ежегодно специалисты Московского областного консультативно-диагностического центра для детей принимают более 5000 маленьких жителей Московской области и других регионов страны. Они помогают им справляться со сложнейшими заболеваниями. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин. Информационная программа «День».